В Саратове в рамках Всемирного дня борьбы против рака прошел второй благотворительный бал «Спешите делать добро». В зале театра юного зрителя собрались неравнодушные гости, участники и партнеры. Искренние люди излучают свет и тепло, которые чувствуют абсолютно все окружающие. Рядом с ними очень приятно и спокойно. Дело всей своей жизни для Натальи Биюн – это помощь онкобольным. Вот уже пять лет она руководит региональной общественной организацией «Жизнь». За эти годы к ней обратилось более трех тысяч человек. Она старается помочь всем, потому что на личном опыте знает, как это – жить с тяжелым недугом. Онкобольная для меня эта тема, ну, родная, что ли, я не знаю. Это не тема, это жизнь. Все, что я делаю, я все это сама прошла, как говорят на своей шкуре, поэтому я по-другому не могу. Когда ты это испытал на себе, когда тебе 40 лет, а тебе говорят рак, это значит равно смерти, это страшно. Появляется животный страх, вот правда животный страх. И тогда, когда ты, вот ко мне пациенты когда обращаются, они со мной говорят, они говорят, мы боимся, нам стыдно. Нечего стыдиться, это нормально, это человеческая жизнь. Мы все жить хотим. И когда тебе такой ставит диагноз, естественно, ты боишься, это естественно. Это надо принять, принять. Да, я больная, да, но надо лечиться. И онкология сейчас, это уже настолько такое заболевание, которое можно лечить, и с этим можно жить. Я бал делаю для того, чтобы люди не боялись и ходили ко врачам, вот как можно чаще, для того, чтобы проверялись. И если выпьют, у тебя такое страшное заболевание на ранных стадиях. Ну, знаете, грубо говоря, две таблетки, и ты здоров. Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом Багряны, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Мы уже четвертый год проводим торжественную церемонию «Будем жить» в Государственном Кремлевском дворце при поддержке администрации президента Российской Федерации. Хочу заметить, что Саратовская область – это первый регион, который подхватил нашу инициативу и проводит столь масштабные мероприятия в регионе. «Появляются среди людей, их теплом с собой, их теплом с собой, сделан мир над ней». Доброта – это язык, который слышат глухие и видят слепые. Всем тем, кто помогает онкобольным, вручили благодарственные письма. Когда изначально Наталья Викторовна начинала этот проект, наш фонд сразу откликнулся, мы поняли, насколько это важно, потому что наш фонд тоже оказывает помощь онкобольным. И у нас были уже обращения, и мы помогали людям. Приятно, что именно когда у нас был такой вопрос о названии бала, и Наталья Викторовна взяла именно девиз нашего фонда «Спешите сделать добро». И я как-то не могла не поддержать эту инициативу, потому что я знаю, насколько это важно, и практически нет ни одной семьи, которая бы столкнулась с этой проблемой. Вот уже во второй раз поддержать организаторов и пациентов с онкологическими заболеваниями приезжает депутат Государственной Думы Евгений Примаков. Нас всех заботят главные вопросы, и это очень важно. А почему у нас так получается, что необходимо собирать там смс-ками деньги на лечение детей, когда вроде бы у нас есть и медицина, и государство? Я тоже задаю себе этот вопрос. Но, во-первых, это не должно лишать нас, обычных людей, нашего права тоже совершать какое-то добро. Если у государства не хватает на это средств, это печально. Но, насколько я понимаю, из моего опыта, нет таких стран в мире, даже богатых, которые полностью берут борьбу с онкозаболеваниями, с раком полностью на себя. Всегда и везде, во всех странах, будь то Соединенные Штаты, Англия, Германия, Швейцария, везде люди, так сказать, доброй воли, которые хотят тоже участвовать в борьбе с этим злом, очевидно, тоже имеют такую возможность. Сегодня в зале удивительный гость. Его зовут Лёва. Деда, Лёва, подними, пожалуйста, руку, чтобы я тебя увидел из зала. Деда, пойдем на сцену. Вы знаете, когда занимаешься благотворительностью, настолько устаешь, что думаешь, ну нет, наверное, все. Но когда начинаешь вспоминать про Лёву, это, наверное, нельзя так сказать, любимый пациент. Но настолько он дает мне волю к жизни. Этот человек, который учит нас, взрослых, как любить жизнь. Этот человек, которому говорили, что он не станет на ножки, пожалуйста, он ходит. Этот человек, который болеет раком. Он так борется за свою жизнь. У Лёвы есть мечта. Он хочет собачку, но собачку живую, к сожалению, он не может, потому что часто лежит в больнице, а собачке дома некому, не с кем оставить. А даже очень маленькую собачку, если она на него прыгнет, к сожалению, у Лёвочка может упасть. Но у Лёвы была мечта собаку-робот. Лёвочка, это тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ Лёве сейчас подарок. Та самая собачка. АПЛОДИСМЕНТЫ Я еще и хочу Лёве подарить вот такую медаль за волю к жизни. Такой воли к жизни, как у Лёвы, я не увидела даже ни у одного взрослого пациента. Лёвочка, спасибо, что до нас учишь. Учишь любить жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ